Так вот, получилось так, что Андроф ко мне очень симпатии лично относился. И иногда мне звонил по прямой линии, то есть не надо набирать прямой телефон, и говорил, слушай, зайди-ка, ну, расскажи, что там. Вы на Лубянке сидели, да, центральное здание? Потом, когда разведка переехала в Ясенево, это специальный комплекс, огромный, на кольцевой дороге, то я оттуда, ну, это уже было реже, а когда на Лубянке, он мне просто заходил, говорит, ну, что там, ну, расскажи, что там народ говорит. Он просто интересовался у меня, ну, по-человечески. Причем, что было для него интересно, он говорил, слушай, ты, по-моему, любишь виски с сальтом. Я говорю, да, сейчас, подожди. Он шел в заднюю... Сам шел? Сам шел, да, в заднюю часть своей там кабинета. Огромный кабинет? Да, конечно, был в старом здании на Лубянке, да, большой, конечно, огромный сон. Вот, ну... Это был кабинет в Ирине? Да, это был исторический кабинет по многим параметрам. Вот шел, приносил, мне оставил на стол. Я говорю, Южа, а вы? Нет, 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 ну, ты же знаешь, у меня почки больные, да, поэтому... Ты пей, ты пей, расскажи мне, что делать. Я так сижу потихонечку, значит, мы говорим о том, о чем, о разных вещах, причем иногда не имевших никакого отношения ни к политике, ни к... Что он за человеком был Андропов? Андропов был очень, на мой взгляд, человечный человек. В этом его достоинство. И порядочный человек, кстати. Это, по-моему, то, что способствовало развалу КГБ, в конечном счете. Потому что там таких людей... Ведь об Андропове многие говорят очень плохо. В том смысле, что он довел страну до того, что пришел Горбачев, и все развалилось. Ну, Андропов действительно, при Андропове не было ни одного... Политического убийства. Политического убийства, совершенно верно. Продолжение следует...